Два года назад власти Саратова активно обсуждали так называемую стратегию развития до 2030 года. Но за это время мы так далеко шагнули, что у нас нет даже Wi-Fi в общественных местах. Невидимый в переносном, но так и незримый в прямом смысле слова сервис. Возможность бесплатного подключения к сети интернет в короткое время была в парке Липке. Объявления об этом висели вдоль аллеи. Теперь гуляющим здесь отказано не только Wi-Fi, но и в посещении культового места с собаками. Хотя в крупных городах беспроводная сеть есть даже в общественном транспорте. На эту бензозаправку заезжать никто не запрещает. Но машины как будто специально тянутся по улице Планерной мимо. Такая есть здесь и на Первой дачной. На них нет привычных очередей к операторам. Услугу по заправке можно оплатить через терминал картой, выборов самостоятельный вид и количество топлива. Сервис в Саратове непопулярен. Владимир Смирнов из Энгельса назначил встречу на предмостовой площади. Он много лет занимается сдачей автомобилей в аренду. Отечественные от 800 рублей, иномарки от полутора тысяч. Сейчас самый сезон, машины все разобрали. Но переходить на популярный, в том числе и в столице, каршеринг в условиях Саратова бизнесмены не спешат. У нас протяженность все-таки Саратова и Московской области разные. Во-первых. Во-вторых, у нас не настолько загружен город, как Москва. Нету таких пробок, нету мкада такого. И люди, если взять в аэропорту, так как он сейчас здесь расположен, и доехать до предмостовой площади, это занимает 2 минуты. И цена, к сожалению, автомобиля, даже если взять такси, стоит это 100-150 рублей. А каршеринг, человеку, наверное, здесь в Саратове, он не актуален, нет смысла пока заниматься этим, брать этот каршеринг. Только прокат, да. То есть ему будет это дороже, чем такси или дешевле? Дороже, чем такси будет. И нам, как предпринимателям, это будет дороже. А там, допустим, стоит 6 рублей в минуту, 6 рублей в минуту, ну, если пробок нет, а с аэропорта доехать до предмостовой площади, сколько это минут займет? 5 минут, там, грубо, 30 рублей. Невыгодно. Невыгодно, да, очень невыгодно. Автомобиль заправляем мы, обслуживаем мы. Страховка, каска, все, налоги, все ложится на предпринимателей. По правилам каршеринга, после поездки можно оставить машину в любой точке города. В нашем случае это может быть окраина заводского района. Там она вряд ли будет востребована и уедет оттуда, скорее всего, на прилавок автомагазина в разобранном виде. Да и популярные в столичном регионе перехватывающие парковки в Саратове отсутствуют как вид. Попытка сделать что-то подобное была на привокзальной площади и на пустыре у здания бывшего речного вокзала. Но и в этом сервисе пока отказано. Кем-то брошен и слегка поношен. Гнутое колесо, отломанное сидение. Образец работы велошеринга по-саратовски. Правила пользования довольно просты. Скачай, разблокируй, катайся. Видимо, кто-то скачал приложение, разблокировал, покатался и бросил велосипед в таком неприглядном виде, в очень странном месте. На дороге, причем рядом еще и рельсы. Желтый прямоугольник на асфальте. Это стартовая площадка, откуда можно начать движение по новому для Саратова сервису желтом велосипеде. Вот только прямоугольники пусты, а двухколесный транспорт разбрелся по всему городу. И этот брошен на набережной. Ему тоже досталось ни сиденья, ни педали. Сканируем QR-код. Пытаемся получить услугу ценой 30 рублей за 30 минут поездки. Класс, там пошел. Опа. Разблокировался. Далеко на таком инвалидном аппарате не уедешь. Предприимчивые подростки решают его просто унести. А ведь сервису на момент съемки чуть больше двух недель. Нормально работает, опять-таки, только велопрокат Юрий Гаврусев. Каждое утро выставляет всевозможные варианты перемещения по городу. Велосипеды, самокаты и веломобили. Есть даже такой образец – тандем. Среднее между велосипедом и роскошным лимузином для любителей экстравагантных вечеринок. Здесь все просто – заплатил и катайся по времени. А на переломанном велошеринге далеко не уедешь. У нас, значит, расценки 250 рублей в час. Я считаю, что это очень демократично, учитывая то, сколько мы вкладываем в технику. А в технику, поверьте, мы вкладываем, помимо того, что там все свои усилия, все свои знания, немалые средства. На рынке недвижимого имущества давно существует понятие трейд-ин. К примеру, для покупки новой квартиры можно отдать свою старую и доплатить разницу в цене. По словам депутата Леонида Песнова, в случае с техникой здесь это еще как-то работает, а вот с недвижимостью – нет. Почему часто буксует эта схема? В отличие от, допустим, трейд-индоавтомобилей, где оценка старого автомобиля, она, ну, плюс-минус 50 тысяч. При оценке жилья ценовой показатель имеет другой порядок цифр. Речь может идти о сотнях тысяч, а иногда и более миллиона рублей даже в условиях Саратова. Поэтому, конечно, сторона, которая предлагает в качестве частичной оплаты квартиру существующую, она, естественно, заинтересована в оценке выше, чем предлагает тот, кто продает новую. И здесь все объяснимо. Ну, так уж сложилось, что на саратовском рынке практически нет оценки дизайна жилого помещения, качества ремонта или его отсутствия. У нас пока дифференциация на качество жилого помещения, в отличие от более продвинутых городов, она неэффективная. Да и внедрение всех популярных в стране и мире сервисов не поможет приблизиться Саратову к столичному уровню. Здесь надо четко понимать, что, к сожалению, на сегодняшний день дифференциация не только уровня жизни, но и качества жизни в России достигла, ну, наверное, такого разрыва, которого я вот прожив скоро уж как 60 лет, вообще не помню. Всегда центральные районы, столицы жили лучше, но вот такого разрыва именно качества жизни, качества окружающей среды не было никогда. И, наверное, то, что сейчас федеральный центр пытается это восполнить, мы уже там или пятый, или шестой год получаем деньги на развитие общественных пространств, на те же дворовые территории, значит, но ведь упущены сроки, упущено больше 15 лет, когда эти работы вообще не проводились. Поэтому даже полную реализацию стратегии развития к 30-му году можно будет считать опоздавшей минимум на 15 лет. А к тому времени, может быть, и Wi-Fi заменит новый вид беспроводного подключения к сети, но у нас он все же, наконец, появится.